Всем привет! В этот раз абсолютно культовое и любимое американцами блюдо из макарон с сыром. Не совсем конечно с сыром, но с сырным соусом. Называют его мак энд чиз. Больших проблем с его приготовлением нету, так что погнали готовить. Солю кипящую воду и отправляю сюда макароны. Так повелось, что для этого блюда используют макароны в форме рожков, хотя ничего принципиального не произойдет, если взять другой формы. Оставляю готовить на 9-10 минут. В общем смотрите на упаковку, там обычно пишут нужное время и следуйте инструкциям. Тем временем натираю сыр на терке. Для этого я беру чеддер. Оранжево-желтый сыр с мягким молочным вкусом, слегка солоноватый и с небольшим ореховым послевкусием. Его используют для этого блюда традиционно, так что следует традициям. Готово! Возьму еще один сыр и это будет пармезан. Абсолютно узнаваемый, насыщенный яркий вкус. Я его взял, чтобы обогатить блюдо. Ну вот, рожки уже готовы. Откидываю их на дуршлаг и даю стечь воде. Только вот промывать их не нужно. Не нужно! Теперь в сотейник отправляю сливочное масло. Готовлю на среднем огне, может быть чуть выше среднего, так как нельзя допустить, чтобы масло начало гореть. Жду пока масло растопится и добавляю муку. Смешиваю. Мука обязательно должна вся пропитаться маслом. Даю несколько, буквально 10-15 секунд покипеть, прогреться. Убавляю огонь и добавляю концентрированное молоко. Размешиваю до однородного состояния и это очень важно, не оставляйте комочков, хотя все правильно сделано, они и сами не появятся. Вливаю куриный бульон. Теперь оставляю готовиться примерно 5-7 минут, чтобы соус загустел. В течение этого времени добавляю чесночный порошок, мускатный орех и дижонскую горчицу. Соль, по моему мнению, будет лишней, так как куриный бульон уже соленый, да и сыр, который сюда буду добавлять, тоже содержит достаточно соли. Кстати, да, это соус бешамель и он служит основой для сырного соуса. Итак, вот она желаемая густота, жидкий и в то же время слегка упругий и тягучий соус. В общем, то, что нужно. Закидываю весь сыр, чеддер, пармезан. Смешиваю, жду, чтобы сыр растопился. Займет это совсем немного времени, но, тем не менее, я успею переложить макароны в форму. Использую форму с высоким бортом. Беру соус, покрываю им рожки. Лучше слегка перемешать, чтобы соус проник вглубь. Отлично! Сделаю топпинг. Для этого натираю немного твердого сыра по всей поверхности. Как пример, можно взять и миндаль или конте. Посыпаю немного панировочных сухарей. Ну, я да, я переборщил, можно было бы поменьше. А теперь в духовку на 15-20 минут. Температура нужна 225 градусов. В духовке нужно держать столько, чтобы образовалась румяная корочка. То есть, если займет немного меньше времени, то вытаскивайте раньше. И вот, когда мак-ин-чиз готов, можно подавать на стол. Рекомендуется есть его свежеприготовленным, так как после остывания консистенция уже не та, да и вкус меняется. Пробую. Что сказать, достаточно плотное, сытное блюдо. По мне, так можно бы добавить жареный бекон, и будет еще лучше. Но скажу честно, я ожидал большего. Если делать выбор, то я предпочел бы отварные макароны, просто посыпанные сыром. Хотя, может быть, я чего-то не понимаю. Хотелось бы узнать ваше мнение о мак-ин-чиз. Пишите комментарии и до скорого.